Приветствую! Мы с вами в районе Хорошао-Мневники на северо-западе Москвы. И здесь рядом с Москвой рекой проходит Карамышевская набережная и неподалеку находящийся Карамышевский проезд. Карамышевская набережная проходит по левому берегу Москвы-реки от третьего силикатного проезда и промзоны силикатной улицы до Карамышевского проезда. Недалеко проходит проспект маршала Жукова. Набережная двусторонняя движение табельного транспорта по одной полосе в каждом направлении. Ну и длина ее составляет более 1 километра. Ну между набережной и набережной довольно-таки так. Все-таки на существенном расстоянии удалена от Москвы-реки. И между... То есть не прямо вот рядом Москва-река проходит, как на некоторых набережных. Хотя я называюсь набережной, но так больше похоже не столько на набережную, сколько на проезд или улицу. Ну проезд так больше, да. Ну и между Москвой-рекой и Карамышевской набережной находится довольно-таки большая зеленая зона отдыха. Там, в определенных, естественно, дорожками со скамейками, с разными площадками для отдыха. По-моему, там и пляжи есть тоже. Ну и так далее. Поэтому, в общем-то, застроена прежде всего... Ну, четная сторона набережной. Ну, они по-нечетной находятся по преимуществу строения в этой зоне отдыха, относящиеся или в основном к Москва-реке. Ну, в частности, вот на Москва-реке находится пристань, верхние мнебники. Вот, да. Ну, я хотел бы еще как-то сказать, что у нас была набережная в 1363 году. Вот, по бывшему подмосковному слову Карамышева, который здесь находилась. И в конце 1940-х годов оно было включено в состав Москвы. Ну, а вот почему Сабосева называлась Карамышева, сказать сложно. Ну, некоторые считают, что оно было названо по одному из владельцев, который носил или фамилию, даже имя Карамыш. Ну, мы такое имя нигде не встречаем, в принципе, да. Ну, может быть, считают, что оно даже было татарского происхождения. Ну, не знаю, может, был татарином. Ну, у татар тоже такое имя нет, Карамыш. Ну, сложно сказать. В общем, когда-то давно название формировалось еще. Точное его значение неизвестно к настоящему времени. Да, ну и вот со стороны Москвы и Киева в зоне отдыха мы видим пристань, верхние мнебники. Вот. Ну, может, говори, встречались там в Мневниках, да, в Африке, на проезде главного строя, в Мневнике, которая как раз находится в Мневникахской пойме, она неподалеку отсюда находится. Ну, считают, что от деревни Мневники идет от слова Мень, Налим, вот, и Лапцов, это его Налима, которые в Москва реки водились, называли Мневниками. Вот. На противоположном берегу была деревня Верхние Мневники, вот. А здесь, там, нижние мнебники на противоположном берегу, а здесь и Верхние Мневники была. Ну, сейчас деревни, естественно, нет, а здесь еще не досталось в Мневнике застой. Вот. И здесь еще до недавнего времени, точнее, до 16-го года, на этом причале, вот, Верхние Мневники, остались теплоходы прогулочные, которые работали, ездили от пилей. И дальше, по такому плицовому маршруту, Международная выставка, как раз вот, Верхние Мневники. И дальше, Крыласка и Сноуфили. Ну, иногда тут арендуют теплоходы, останавливаются тут, иногда. В целом, такая, пристани, вроде как, сейчас особенно неактивные исходы. Также, насосная станция Мосэнерго находится, вот, на этой же стороне, вот, в 1555-го года постройки Снегоплавилка, Шиногина, по номерам 7, диспетчерской конечной станции, по номерам 9, недавно построен, в 2011-м году. Ну, и, конечно, вот, выделяется здание Карамашевского гидроузла и база сертификации судов по номерам 11, здание построено в 1985-м году. Ну, а также еще по поискову спасательная станция МЧС, Карамашев, по номерам 11, корпус 2. Ну, и самым главным строением вообще и на Карамашевской набережной и, так сказать, в целом вот в этой местности является, конечно, православный храм Святой Троицы в Хорошу и под номером 15, тоже, что он находится в этой зоне отдыха. Ну, и затем, в принципе, рядом он выходит как раз на проезжую часть. Вот. И построен был еще в 1598-м году в подмосковном селе Хорошево, когда это была водчина Бориса Годунова. Он перестраивался потом, в том числе и в 19-м веке. Ну, и состоит из основного двухэтажного объема, двухэтажного, с одной головой, также трапезная и колокольня 19-го века. Советское время был закрыт, пострадал сильно, там был колхозный клуб, также производственная цеха, салон цветные камни, ну, и снова открылся в 1091-м году, когда началось массовое возвращение храмов в русско-православной церкви. В русско-визотийском стиле он построен, на подклесе, на довольно большом. Ну, интересно, посмотрите на кокошники, пилястры, карнизы и оконные наличники выделяем. Так что вот этот храм, это территория храма, естественно, храмовые постройки, как обычно, домов до Причта, ну, все как везде. Так что вот это, я думаю, конечно, самый главный достопримечательный, ради которой сюда, чтобы стоит приехать, ну, помимо, конечно, Москвы-реки и зону отдыха, которая проходит вдоль Москвы-реки, самое главное. Ну, помимо храма, зону отдыха, да, и всяких там технических строений на Москве-реке на этой набережной. Также, конечно, на этой набережной находится много жилых домов. Они разные здесь, жилые дома. Сейчас здесь активно работает, так сказать, строит жилой корпус Велтон-Парк. Разные корпуса. Велтон-Парк, его состояние разбросано по большой территории, там и на проспекте маршала Жукова, и на улице там Народного Волчения, и другие там разные объекты северо-запада Москвы, особенно в этот район, хорошо мненки. Вот. Ну, и здесь тоже есть разные корпуса, строения такие многоэтажные. Этот вот Велтон-Парк, он славится своими такими многоэтажные застройки, то есть очень высокие корпуса, как небоскрил бы почти. Вот. Ну, и здесь тоже потихонечку сносятся пятиэтажки, все меньше и меньше, их уже почти не осталось вот на этой набережной, да и в окреслих все меньше и меньше становится. В итоге скоро все снесут. В том числе попали в программу реновации, ну и застраиваются вот в высокоэтажные застройки этой набережной. Все выше и выше становятся дома здесь. Ну, еще пока сохраняются дома и пятиэтажные, и девятиэтажные, в основных 60-х годах еще вот при формировании этой набережной. Ну, а также есть, конечно, вот уже остальные дома более многоэтажные, 14, 17, 18, 22, 25, 27 и даже 30-этажные жилые дома построены уже в 2000-х годах. Вот. Ну, и кроме того, также есть двухэтажные таунхаусы, тоже 2000-х годов постройки. Вот. Ну, эти таун, такой, морский городочек таунхаусов. Вот. Ну, эти таунхаусы, они находятся как раз вот тоже вот на Москве-реке, на берегу Москвы-реки, тоже вот в этой вот зеленой зоне между Москвой-рекой и как раз Карамышевский наберем. Вот. Ну, помимо жилых домов, также на набережной находятся два детских сада, также две школы, школа-интернат, подожжен 38, трехэтажное здание бывшей обычной школы, Ну, школа-интернат, да, вот это вот здание, конечно. Ну, и также сервисное здание есть со Сбербанком, подожим 56, корпус 2, здание 1. административно-офисное здание под роль 37, там находятся дезинфекционные станции, многофильный промышленный центр, главки Ажмаш, ну, и другие здания. Ну, надо сказать, что бизнес-центр находится, десятиэтажный здание бизнес-центра, по номеру 44, построен в 2004 году, но надо сказать, что это здание изначально строилось для института фрактологии, находящегося на территории 67-й больницы. Ну, вначале 90-х годов постройка вла заморожена и стоял до 2006 года заброшенный. вот, в 2006-2007 годах недостроенный корпус для бывшей больницы, для недостроенный корпус для больницы, больница не бывшая, она работает, он был передан под бизнес-центр современный. Ну, естественно, там все реконструировали, переделали, конечно, по номеру бизнес-центра, так он и стоит. Ну, и надо сказать, что также больница, часть территории, которая выходит на эту Карамышевскую набережную, она относится к соседней улице Саляма-Адиля. По ней числится. Что касается Карамышевского проезда, то он проходит вот проспекта Маршала-Жукова, начинается он неподалеку от Хорошевского моста через Москва-реку, и идет до улицы Саляма-Адиля рядом с Карамышевской набережной. Двухсторонний движение в таблине транспорта по одной полосе в каждом направлении, ну и длина выставляет чуть более одного километра. По одной стороне находится зеленая зона вдоль берега Москвы-реки и коттеджный поселок Годуновка, как раз таунхаус. Построенный в 2000-х годах, ну а по другой жилые дома. До 1165 года называлась Центральная улица, ну, очевидно, бывшая деревня Карамышева, которая здесь находилась, ну а в 1665 году получила современное название по прилеганию Карамышевской набережной. Ну, жилые дома это коттеджный поселок Годунова, как раз по этому проезду, это 22-этажных огорожных таунхаусов на берегу Москвы-реки, непостоянные были в 2000-х годах, 90-х годах строили, 2000-х годах, когда-то здесь были как раз деревенские дома бывшей деревни Карамышева и пустырь около Москвы-реки. Ну, помимо вот этих жилых домов, также по Карамышевскому проезду числятся бизнес-энтро серебряный дом под номером 6, вот такие фирмы здесь надо располагать как Цептор и Сони и другие в 2006-го году постройки, ну и также технические строения на берегу Москвы-реки, это канализационная насосная станция под номером 7 и очистные сооружения ледневой канализации под номером 9. Вот, ну, собственно, и до Карамышевской набережной, и до Карамышевского проезда лучше всего доехать от метро Полежавеска на автобусе номер 48. Ну, а смотреть здесь, конечно, лучше всего храм, можно, конечно, посмотреть и коттеджные дома, тоже довольно интересные, симпатичные, ну, и зеленая зона, конечно, Москва-реки, зона отдыха прогулочная, наверное, является самым главным примечательством, так что можно, собственно, этим ограничиться. Вот. Ну, и посмотреть вот разные застройки в Москве, да, как или раньше дома 5-9-этажные, и какие часто строятся уже многоэтажные дома, в том числе от Велтон-парка. Приятная прогулка до новых встречных в 8-мах.